Привет! Продолжаем, как договаривались, разбираться с тем, что должен знать админ. Я стараюсь отвечать на все комментарии, кроме того, я наконец-то GitHub выложил по этому плейлисту информацию, то есть кратко конспектом то, что я говорил в прошлый раз. То, что сегодня буду говорить, тоже постараюсь выложить сегодня. Мы разбирались с перечнем операционных систем, сейчас будем разбираться уже непосредственно с теми функциями операционных систем, о которых нужно знать. Начнем с того, что сразу без слайдов скажу то, о чем забыл сказать в прошлый раз. У нас есть еще такое понятие, как релизы и версии. Нужно понимать, желательно разбираться в разнице между различными версиями и различными релизами. То есть, если у нас есть Windows 7 и Windows 8, нужно понимать, в чем между ними разница. То есть, даже есть тонкие нюансы между 8 и 8.1. В каких-то случаях какие-то компоненты появились. Какой-нибудь там битлокер доступен как отдельный пакет, а где-то как функция операционной системы. Точно так же с Linux. В одной версии CentOS одна система инициализации, в другой версии CentOS другая система инициализации. То есть, есть различные нюансы. С Windows все еще хуже, потому что у них есть миллион различий между различными релизами. Windows Home, Home Basic, Professional, Corporate, Enterprise. У них в зависимости от того, какая версия Windows, есть еще различные релизы. Там куча всего. И опять же есть разница. Например, Windows Home мы не можем настроить через графику источник обновления Windows Update, но можем через групповые политики. Очень много можно возиться с проблемой, пока не поймешь то, что у тебя версия Windows в принципе не подходит. Опять же, та же самая Windows Home у нас не входит в домен. Она не может быть частью домена. И желательно в этих нюансах разбираться. Можно, конечно, погуглить, но там разница между всеми этими версиями будет. В интернете сказано то, что кнопочка «Пуск» в другом месте, размер плиток немножечко отличается. Ну и в лучшем случае скажут то, что по умолчанию такая-то версия Internet Explorer. На самом деле там отличий намного больше, и нужно читать официальную информацию от Microsoft, чтобы понимать разницу между версиями, между релизами того же самого Windows. С Linux там попроще. Мы же, чтобы сразу не переходить к вопросу о том, какие функции операционных систем должен знать админ, немножко поговорим о зарплатах. Опять же, это зарплаты по Москве. Такие условные, их можно самому посмотреть на том же самом HeadHunter. Опять же, указанные цифры не значат, что это минимально гарантированный доход. Опять же, у нас рамки между специалистами этими слегка размыты. Не каждый там у нас и Nikkei отдельно другой жесткий системный администратор. Там все равно есть какие-то переходы, поэтому у меня между ними здесь есть пробелы. В любом случае, рынок довольно перенасыщен. Тем не менее, по Москве, опять же, вакансий полно, соискателей еще больше. Но мы так условно еще раз проговорим. То, что и Nikkei у нас это вообще, в принципе, любой, кто может установить Windows и подключить принтер. Тот, который может нажать там «Далее, далее», «Готово» в мастере чего-либо в Windows, он уже может считать то, что он и Nikkei. Часто такие люди думают, что они админы, но, конечно, этого мало. Этим товарищам нашим, самым первым, и Nikkei платят за ту работу, которую никто другой делать не будет за те деньги, которые предлагаются. Это там почистить от вирусов, установить Microsoft Office, а брать админа дорого, ну и, например, незачем. То есть, если это малый офис, там полноценный системный администратор не нужен. Это как раз та сфера, в которой мы работали аутсорсерами, немножечко захватывая функции системного администратора. Это маленькие компании, которым дорого платить за хорошего админа, им нужны и Nikkei. При этом и Nikkei не раздолбают студенты, а какие-нибудь люди, которые могут ответственно сделать свою работу, но им для этого достаточно, там, не знаю, 5-6 часов в неделю. Следом у нас идет уже стенный администратор. Стенный администратор – это человек у нас с опытом, он уже головой отвечает за всю IT-инфраструктуру предприятия. Это где-то малые и средние сети. Ему платят за то, чтобы у руководителя не болела голова о том, что у него происходит с серверами, компьютерами, лицензиями, программным обеспечением, антивирусами, резервами копирования и так далее. То есть, он закрывает весь, все вопросы, связанные с IT, и, соответственно, получает на башке, если что-то с ними происходит. Тут, прежде всего, ответственность нужна. И третий у нас человек – это специалист, который зарабатывает, видите, приблизительно такие деньги, 180, 230 тысяч рублей. Опять же, тут, в принципе, верхняя планка может быть и повыше, и нижняя планка может быть и пониже. Зависит это от того, конечно, куда устраиваемся, какие там гарантии, насколько крупная компания и так далее. Но этому человеку уже платят деньги за то, что он приносит такую реальную пользу, которая в несколько раз выше, чем та зарплата, которую ему платят. То есть, он экономит очень сильно ресурсы, он выстраивает надежную структуру, выстраивает улучшенную, какую-нибудь оптимизированную производительность, опять же, повышенную надежность, все что угодно. То есть, он оптимизирует то, что есть, ему платят за это. Ну, в принципе, проговорив об этом, можем перебираться опять уже до функций наших операционных систем. Anykeyщик. Вот у нас товарищ. Прежде всего, Anykey, как я уже говорил, занимается десктопами и немножечко серверами. Как правило, это винда, может быть, это какая-нибудь графика Linux, но неважно. Опять же, мы сейчас не будем разбиваться на Windows и Linux и проговариваем, что он должен знать о той операционной системе, с которой он работает. Прежде всего, это загрузчики операционных систем. Нужно понимать, где находятся загрузчики на жестком диске, что это за загрузчики, как редактировать их параметры, как восстановить загрузчик, как запустить операционную систему в каком-нибудь режиме безопасном, в режиме повышенной какой-нибудь логирования, в режиме диагностическом. То есть, это все плотная работа с загрузчиком. В винде у нас NTLDR загрузчик, уже тысячу лет в Linux у нас был Grab, был Lilo, сейчас актуальный у нас второй Grab. Он, в принципе, проект абсолютно отличающийся от Grab первого, там совершенно другие коды, но есть обратная совместимость, более-менее сохранена логика работы. То есть, загрузчик операционной системы, то, с чем нужно уметь работать. Далее, это управление носителем информации. То есть, в принципе, работа, ну, прежде всего, с жесткими дисками. Нужно понимать, что такое файловая система, какие бывают файловые системы, с чем плюсы и минусы какой-либо файловой системы, почему там флешка, созданная в Windows, в Mac может не открыться, или в Mac нельзя на нее записать информацию. То есть, все нюансы, связанные с файловыми системами. Тут можно глубоко копать, например, какие-нибудь наши те самые специалисты высокого уровня могут сказать то, что для какого-нибудь SQL сервера подходит такая файловая система, для какого-нибудь там, я не знаю, файлового сервера с такой-то надежностью такая файловая система и так далее. Нужно понимать, как работать непосредственно с носителем информации. Нужно понимать, что такое разделы жесткого диска. Нужно понимать, что такие логические тома. Напомню, мы диск можем разбить на разделы, а тома, они могут быть расположены, в принципе, на разных жестких дисках. То есть нужно понимать, сколько может быть разделов, что такое основной раздел, что такое расширенный раздел, что такое логический раздел и так далее В Windows это все, что находится у нас в правой кнопке моего компьютера управления компьютером Там есть отдельный диспетчер, по-моему, управления жесткими дисками, и там можно создавать все, что угодно Сюда же можно отнести работу с RAID-массивами Нужно понимать, что есть RAID-ы, нужно понимать, что такое RAID-новер, RAID-1, как его настраивать, как заменять жесткие диски и так далее Опять же, если говорить о Linux, это у нас MKFS утилита и утилита F-диск В ней нужно ориентироваться, понимать, что мы там делаем, что мы можем посмотреть, как нам не потерять все данные и так далее Следующий пункт, это не то чтобы файловая система, мы поговорили только что о том, что они бывают разные Это настройки доступа, так скажем В Windows у нас есть дефолтная файловая система NTFS и с некоторых пор ReFS, по-моему, Resilient File System У них есть свои настройки безопасности, то есть безопасность на уровне файловой системы Мы можем назначать владельцев, можем включать наследование, выставлять различные принадлежности Нужно понимать, что это такое, безопасность на уровне файловой системы То же самое в Linux, это у нас наши команды утилиты чмот и чон, ченчмот, ченчоунер В Linux мы об этом проговорили, про Windows я разговаривать не хочу, это у меня займет 5 лет И это мне противно, так скажем И нужно понимать еще опять, пока мы говорим про настройки безопасности на уровне файловой системы Есть еще настройки безопасности на уровне сети В Windows это вкладка «Отдельный доступ», в Linux это все решается сторонними утилитами, например, какой-нибудь Samboy Дальше нужно уметь управлять пользователями, это мы все говорим про Nikkei пока нашего Можно уметь создавать пользователей, само собой сбрасывать им пароли и так далее Но есть еще такое понятие, как встроенные группы, нужно понимать между ними различия То есть у нас в том же самом Windows есть группа гостей, опытных пользователей, операторов, принтеров Нужно понимать, даже не то, что понимать, нужно уметь найти информацию о каждой группе, когда мы захотим на портале Microsoft То же самое с Linux, нужно понимать, как мы создаем пользователя, где у него прописываются настройки входа, какая у него домашняя папка, какие у него переменные среды его Дальше у меня отдельно идет настройка служб, потому что это отдельная история В Windows точно так же у нас есть службы, в службах можно посмотреть, какая из них запускается автоматически, какой запуск отложенный, от какого пользователя запускается служба Какие службы зависят от этой службы, сама эта служба зависит от каких служб В Linux у нас есть демоны, нужно понимать, что у этих демонов есть свои настройки, у этих демонов есть свои файлы Причем в современных системах инициализации это уже отдельные сервис-юниты Нужно понимать, что у этих за сервис-юнитов, какой синтаксис, какое их построение Мы сейчас немножечко нагружаем и Никея, чтобы он не сильно испугался, но хотя бы понимал, что от него требуется в общем виде Для такого приблизительного дебага, не знаю, не запускается какой-нибудь браузер, а этому браузеру право доступа какие-нибудь другие нужны в какую-нибудь надстройку, которую вы установили Просто чтобы ориентироваться в операционной системе Отдельное умение обязательное это чтение логов В Windows у нас гигантское количество журналов, в Linux у нас тоже не меньше логов Нужно понимать, что любое событие нужно искать в журналах событий Если туда ничего не пишется, нужно настраивать программу, службу, демон, чтобы эти события писались Чтобы всегда можно было, сравнив какие-то журналы, понять то, что вот у нас, например, запускает пользователь программу В это время журнал безопасности говорит то, что у него нет прав, какой-нибудь там Linux блокирует ему одно В Windows выясняется то, что в этот момент Брандмауэр что-то закрывает То есть нужно уметь анализировать информацию, собрать ее из разных логов, фильтровать, находить причину проблемы Это все функции операционных систем Отдельно идет сюда же управление устройствами То есть нужно уметь там, не знаю, подключить сетевой принтер, настроить веб-камеру В Mac с сетевыми принтерами вообще отдельная история, там нужно сильно повозиться В Linux настроить печать тоже на самом деле не такая простая задача Но нужно уметь просто работать со всей периферией Со сканерами, принтерами, не знаю, камерами и так далее Отдельно я здесь выделил настройки сетевых параметров И Nikkei должен понимать, что такое маска под сети Рабочая группа, домен, IP-адрес, маршрутизатор, DNS И чтобы он мог диагностировать базовые какие-то вопросы Не знаю, не открывается интернет, не работает почта Не могу получить доступ по сети к какой-нибудь сетевой папке Без понимания того, как настраиваются сети, Nikkei ничего сделать не сможет Опять же поверхностно, поверхностно мы это с вами даже на Linux проговаривали И отдельно это управление межсетевым экраном В Windows у нас есть наш родной Firewall, BrandMower Windows Который может очень большие пакости устраивать В Linux все попроще, там тоже есть, конечно, C-Linux Но его чаще всего отключают, мы об этом уже говорили Там также есть IP-Tables Безусловно, от Nikkei требовать прям строить правила IP-Tables особенно не нужно Но нужно, чтобы он мог хотя бы посмотреть и понять, где у него политика Drop А где у него политика Accept Чтобы он понимал, где у него вообще что блочится и блочится ли Хотя бы, чтобы он понимал, как выключить этот IP-Tables Или Ubuntu Firewall и так далее Если подвести итог, нужно сказать, что Nikkei должен уметь взять, настроить отдельный какой-то ноут Отдельный компьютер или собрать простенький сервачок для рабочей группы Или для Linux, если это какой-нибудь простой файловый сервер, простой прокси То есть такие минимальные действия Поддерживать все в более-менее живом состоянии Чтобы если что-нибудь сломается, был небольшой, простой Не потерялись данные И он мог как-то более-менее поддерживать все в рабочем состоянии Это функция Nikkei Теперь у нас админ, наш системный администратор У него добавляется глубокое знание по серверным функциям В случае Linux это отдельное программное обеспечение Но так как мы сейчас говорим и о WinD, и о Linux параллельно Я сюда тоже его добавлю Потому что в WinD, как правило, весь функционал уже есть встроенный Винда этим хороша Можно много ругать WinDue Но для офиса, для корпорации Windows сервер незаменим Он прекрасен В нем есть все, что нужно Оно элементарно настраивается И все это функция операционной системы Мы еще отдельно поговорим о том, чем у нас Windows лучше, чем Linux, чем хуже Так вот, если говорить о WinD, прям пробежимся по ролям Это могут быть службы каталогов В WinD у нас есть их родная Active Directory, которая настраивается элементарно Администрируется просто У Linux есть куча реализации LDAP И все настраиваются довольно-таки геморройно Дальше DNS В WinD простой DNS сервер Тоже элементарно настраивается Через графические оболочки, через оснастки Быстренько можно развернуть какую-нибудь зону Настроить делегирование, создать узлы В Linux тоже есть простые пакеты типа DNS-маска Но есть и что-нибудь типа какого-нибудь сервера Bint Тоже нужно понимать, как он работает Основные концепции в принципе DNS Что это такое, для чего оно нужно Дальше сюда же я добавил DHCP В WinD опять же эта роль разворачивается За две минуты и настраивается точно так же В каком диапазоне выдавать адреса Какие адреса исключить Какие параметры зоны выдавать Вот это у нас сервер обновлений Это у нас шлюз по умолчанию А вот у нас 3DNS В Linux опять же куча пакетов Которые позволяют развернуть DHCP сервер Настраивается он немножко сложнее Но зато сразу приходит понимание О том, как этот DHCP работает Следом, выделяя сервер терминалов Для Linux это у нас в принципе Windows X System Который позволяет пробрасывать графику Но в Linux это нужно не так часто В WinD на сервере терминалов Очень много сделано Потому что просто сделать Один мощный сервер Развернуть на нем какое-нибудь Программное обеспечение серверное Какое-нибудь 1С серверное Я не знаю, все что угодно И пользователям просто давать картинку С этого сервера При этом по сети передается только эта картинка Трафик минимален, загружен только сервер И эта вся конфигурация работает достаточно быстро Для WinD нужно это понимать Как работает сервер терминалов Что такое сейчас у них появился Вместо сервер терминалов Remote App Такая отдельная функция Когда у нас не один целый экран Удаленного рабочего стола А только отдельные приложеньки Запускаются в нашей рабочей среде И мы их сворачиваем, разворачиваем На рабочем экране Как обычные приложения А по сути это сеансы Удаленного рабочего стола Веб серверы и прокс серверы В WinD у нас опять же Это или роли Или отдельный какой-нибудь ИИС сервер Или какой-нибудь Раньше назывался ИСа сервер Потом он по-моему назывался Farfront Gateway Кажется так Но уже в 2016 году Они прекратили его развивать Тем не менее Он еще много где используется В Linux у нас опять же Это отдельные пакеты Для веб серверов Это Apache Nginx Для Proxy Это например Squid Куча пакетов Опять же админ должен понимать Основные базовые вещи Как это настраивать Если ему нужно Чтобы он мог покопаться Глубже и настроить Но понимать что Пакеты есть Роли есть Понимать что они делают Я про каждую из них Рассказывать не буду У нас иначе Это все на 2 часа растянется Я думаю просто По ключевым понятиям Вот веб серверы И прокси можно почитать Серверы BD Опять же Для баз данных Я уже говорил Есть отдельные квалификации Такие как Какой-нибудь Администратор баз данных От админа требуется Просто понимать Что есть SQL баз данных No SQL баз данных У Microsoft есть Microsoft SQL В Linux у нас есть MySQL Pastgres Какой-нибудь Oracle Куча баз данных Нужно просто понимать Что они существуют Настраивать под них Какие-то Ну минимальные вещи Где хранить данные Где хранить логи Какой там своп Какие-то такие вещи Нужно понимать Что эти роли есть Отдельно я выделил VPN и пограничные шлюзы То есть Если это VPN сервер Это может быть У Microsoft Своя роль маршрутизации У Linux Это какой-нибудь OpenVPN Это все важные роли Пограничный шлюз У нас тоже может Передавать трафик Маршрутизировать трафик Блокировать трафик Это может быть Отдельный firewall Это может быть Опять же Microsoft Firefront У Linux Это могут быть IPTables Или что-то посерьезней Какой-нибудь Firewall Демон Который тоже Настройка над IPTables Это тоже нужно Уметь настраивать Дальше я выделил То, что относится К политике безопасности В Винде У нас есть Отдельная Очень удобная Такая штука Как ГПО Групповые политики Они бывают Локальные Доменные Какие угодно Они там наследуются Интересно очень работают Вообще Виндовый админ Если он не умеет Работать с групповыми политиками Это не админ Это и не кещер Я могу однозначно сказать То, что групповые политики Обладают Ну просто бешеным функционалом По тому, как настраивать Доменные сети Там можно прописать Вообще все От и до Не подходя К конечному компьютеру Все настраивается На уровне доменных политик В Linux Тоже есть Политики безопасности Например C-Linux Можно тоже настроить Так, что Будет вообще Все идеально Есть еще Конечно Стороннее Программное обеспечение Например Есть проклятый SecretNet Который я ненавижу Который тоже является Таким программным обеспечением Который обеспечивает безопасность Такой наш Отечественный продукт Резервное копирование Опять же Как правило Это сторонние функции Однако И в Windows Есть встроенная Роль Не помню Как она называется Но что-то Про резервное копирование Когда Windows Сверх может сам С одного места В другое Перекладывать данные И хранить их В разном виде Причем у Windows Очень продвинутые Технологии Хранения данных Они умеют делать Снапшоты На Литту Обращаться к сервису Который работает с данными Можно частично Замораживать файловую систему Виндайт все умеет В Linux Опять же Есть какие-нибудь Там я не знаю Тары и так далее Но в современном мире Это все-таки Как правило Выносится на Отдельное программное обеспечение Которое уже В современном мире Работает с виртуалками Опять же Мой родной Виам Я здесь очень люблю Который умеет Делать резервные копии Виртуальных машин Сюда же Помимо резервного копирования Опять же Я сейчас вслух Поговорю то, что Про резервного копирования Нужно понимать Что копируем Куда копируем Когда копируем Как часто копируем Сколько последних копий храним Любой админ должен знать Про все важные сетевые ресурсы И ответы на эти вопросы Также админ должен уметь Выполнять какую-то Базовую автоматизацию Например Разворачивание винды Обновление версии Программного обеспечения Запуск антивируса По расписанию на серверах Или на компьютерах При старте Для Linux Тоже куча Автоматизационных вещей Которые могут делать То же самое Резервное копирование Диагностику Очистку темпов Не знаю Перезапуск сервисов С подгрузки новых данных То есть автоматизация Присутствует Но тут все зависит От конкретной задачи Поэтому я здесь Ну что-то конкретное Сказать не смогу По виртуальным машинам Опять же Это все у нас относится К системному администратору Он должен уметь Работать с гипервизорами База вещи Создать виртуалку Создать виртуальную сеть Пробросить порты Увеличить диски Перенести виртуалку С одного хоста На другие Увеличить емкость сервера Распределить виртуальные машины Между несколькими гипервизорами Это должен быть делать админ Также с облаками Нужно уметь создать Допустим Ну облака Мы здесь говорим Исключительно про ВПС Virtual Private Server То есть нужно уметь Через панель управления ВПС Создать этот ВПС Настроить его Обеспечить к нему доступ Резервное копирование Логирование Автоматизацию То есть Если подытожить Системный администратор Должен уметь выстраивать Серверную структуру Среднего или крупного офиса На реальных серваках На виртуальных машинах В облаках И так далее Ну и остался наш Продвинутый специалист Которого я здесь Для разнообразия Назвал темлидом Он у нас сегодня будет Темлидом Руководителем команды Лидером команды У него мы уже говорили Может быть жесткая специализация По технологиям Например он может уметь Настраивать какие-нибудь Почтовые серверы Экченджи Хотя конечно к темлиду В данном случае Это имеет малое отношение Он может настраивать для винды Если это какой-нибудь Active Directory Federation Сервис Какое-нибудь хитрое делегирование Настройку безопасности И обмена информацией Между двумя разными организациями Какую-нибудь систему Службу сертификации Разворачивать Сей в линуксе Или в виндовсе Настраивать серверы Приложений Какие-нибудь отдельные Для винды Или для какого-нибудь Линукса Что-то хитренькое Также основные задачи Это как я уже сегодня говорил вам Повышение отказа устойчивости То есть допустим Кластеризация Виртуализация Исследование точки отказа Анализ оптимизации Существующих решений Все ли подходит Все ли правильно работает Может быть нужно выстроить Другие настройки Может быть нужно Распределить систему Географически Может быть куда-то нужно Подбросить ресурсов Откуда-то отнять То есть это такое Повышение отказа устойчивости Которое позволяет нам В первую очередь Сделать так Чтобы сервисы работали Безотказно С минимальными простоями И всегда был доступен Какой-то функционал Ну дальше Производительность Опять же это тюнинг Может быть железо Выбор нужного железа Нужный режим работы Операционной системы Программного обеспечения Может быть оптимизация Работы каких-либо сервисов Может быть оптимизация Работы службы Технической поддержки То есть нужно увеличить Производительность Железки Или допустим Людей Или сервисов Или приложений Отдельно Повышение безопасности Тут как я уже тоже говорил Отдельная Как правило роль Есть администратор безопасности Это различные такие товарищи Это могут быть даже бюрократы Которые в принципе Не умеют работать с компьютером Но понимают Какие есть требования Нормативы Документы Законы Брошюры И требуется От айтишников Их внедрять Но тем не менее Бывают и технические товарищи Они внедряют Надежные политики безопасности Закрывают дырки Уязвимости Следят за наличием Новых открывающихся брешей Каких-то Усиливают протоколы доступа Я не знаю Внедряют вместо HTTP HTTPS Серьезную политику безопасности Паролей Настраивают VPN-ы по-другому Делают какую-нибудь Не знаю Трехфактовую Какую-нибудь Аутентификацию Когда логин, пароль, смс И какой-нибудь Отпечаток пальцев Вместе И отдельно Мы еще даем Нашему суперадмину Такую роль Как снижение расходов Опять же За счет Не знаю Уменьшение Разброса В используемом Программном Обеспечении Оптимизация Лицензии Унификация В принципе Структуры Автоматизация Каких-то Рутинных задач То есть Он смотрит Чем занимаются Айтишники Больше всего Бросает туда Какие-то ресурсы Или заменяет Решения Или бросает Одного человека Который Переделал систему Так, чтобы туда Надо было меньше Тратить времени То есть Перераспределяет Ресурсы Таким образом Для суперадмин Мы можем сказать Что его основная роль Это выстраивание И оптимизация Эти инфраструктуры Тут Три кита На самом деле Вот они у нас Посередине Это отказоустойчивость Производительность Безопасность Все Я на сегодня Выговорился максимально Спасибо тем Кто досмотрели До конца Было, я знаю Тяжело Было всего Три-четыре слайда И много текста Я опять же Сделаю это В качестве Конспектика На гитхаб Чтобы вы могли Более-менее Сориентироваться Приветствую Все добавления И исправления В комментариях Можете сразу На гитхаб Какие-нибудь Изменения Добавлять Я буду Все вносить Опять же Я не претендую На владение Уникальной информацией И знаний Всей сферы В целом Но вот Такое Общее Мое видение И я считаю Что оно Ну наверное Ну процентов На 80 Справедливо Спасибо Что смотрели В следующий раз И говорим Уже о программном Обеспечении